1506 год. Клецкую битву нужно отметить. Это все по поводу Восточной Европы. Как я уже говорил, крымские татары были союзниками Москвы, но никак не подчинялись Москве. В 1503 году заключили перемирие в войне Литвы с Московией. Однако крымские татары продолжали набеги и на Литву, и на Московию. В связи с тем, что у них экономика почти полностью зависела от работорговли. Потому что в самом Крыму ничего так особенно не росло на тот момент. Ну вот Клецкая битва это успехи, в общем-то, литовцев, которые в основном были белорусами и украинцами. В это время как раз один князь Александр Егелон умер, и другой, значит, Сигизмунд, власть принял. При этом Егелон, последнее, что он там делал, Александр Егелон, это строил всяческие оборонительные стены, в том числе, вокруг Вильнюса. А когда к власти пришел Сигизмунд, там пошли еще проблемы между шляхтой. Выдвинулся такой Михаил Глинский, который стал лидером шляхты. И вот как раз Михаил Глинский из Лиды выдвинулся навстречу крымским татарам, встретил их у города Клецка и полностью разбил. Это было для татар неожиданно, потому что во время Московско-Литовской войны они там в целом почти без всяких проблем все грабили, так как основные все части Литвы были на Московском фронте. Ну, то есть это значимое вот для белорусов событие, то, что все-таки крымских татар разбили. Потом эту всю битву вспоминали, как пример того, что можно все-таки этот вопрос решать, потому что вопрос был серьезный. Собственно, казачество запорожское как раз формируется в это время, как такой вот защита против набегов крымских татар и позднее турок. В 1506 году умер Александр Агрикола, один из первых таких крупных композиторов европейских. Начинаются уже композиторы. Была развитая на самом деле музыка Ренессанса, я о ней тут мало, просто потому что все-таки картина на первом месте. Уже были ноты, профессиональные композиторы, профессиональная музыка. Многоголосие характерно для музыки Ренессанса, то есть 15-го и начало 16-го века. Ну, вот вся эта прослойка профессиональных композиторов, живописцев, ученых, это даже не вся Европа. Это самые только промышленно развитые районы, такие как Италия, и то, в общем, север только и Рим. Север Италии и Рим, а также Фландрия. Вот Александр Агрикола, это фламандский композитор. Вот Фландрия, то есть Бельгия, север Франции, современный вот этот район был тоже промышленно развитый. В какой-то степени Париж, то есть вот Франция, она постоянно захватывала Фландрию, в какой-то степени была развита тоже и Франция. Всяком случае, деньги спонсировать художников тоже у Франции были. Ну, вот, в общем-то, и все, потому что в Англии даже не было каких-то профессиональных живописцев, просто их снабжать некому было. Там просто бедность была, феодалы друг с другом воевали. Примерно тоже вот Германия, Польша в основном решала вот проблему как бы от турков спастись. Какие-то были, но не крупные, не подражательные, потому что просто серьезных средств не могли государство эти выделить на поддержку. Хотя они понимали, уже был ренессанс, они понимали, что это все нужно, престижно и так далее. Ну, вот Агрикола, значит, он работал во Фландрии. Так как Франция ее в целом завоевала, он работал довольно много непосредственно во Франции. А также ездил в Италию, там учился, там был центр также и музыки. Он довольно известен, его уже все мелодии до нас дошли, все его работы. Он в основном был светский, многоголосые песни всевозможные исполнял, рандо, вилеле и так далее. Хотя писал и церковную музыку, все они также писали церковную, точно так же, как все живописцы того времени большое влияние уделяют религиозным сюжетам. Написал 8 мес, магнифик это писал, то есть восхваления всевозможные и так далее. То есть, вот довольно много сочинений. Ну, я в музыке не специалист, особенно в ренессансной. Основное, что тот отмечает, это полифония, то есть на много голосов расписанные. Песни вот этим отличалась от предыдущего периода и от последующего. Андриа Монтенья тоже умер в 1506 году и надо его упомянуть. В основном, я тут упоминал, естественно, флорентийскую школу, потому что она главная для этого периода, для развитого этого ренессанса. Но были другие школы живописи. Вот Андриа Монтенья, это подуанская школа. Город Монтуя, в основном там он работал. И Монтенья часто понимается, как именно Монтуанский, то есть Андрей Монтуанский. Родился он в районе Венеции, это там все близко. Затем он вступил в гильдию подуанских живописцев. То есть в таких более мелких городах были тоже уже гильдии живописцев, потому что всю Итарию расписывали красиво, все церкви. В 1447 году он работал уже в Падуе и расписывал соборы. И позднее был известен тоже росписью в основном различных капелл по Италии. С 1460 года был притворным художником в Монтуе. И Монтуе было небольшое независимое государство, которым правил род Гонзага. То есть оно было не республика, а что там, герцогсов, кажется. Короче, авторитарное было, но маленькое. Вот он там при дворе у них работал. При этом посещал, конечно, тоже и Флоренцию, и Рим, и Венецию. Ездил по Италии. Монтеньо очень своеобразен. Дело в том, что флорентийская школа, она гармоничная. Как я уже много раз говорил, они исходят из идеи Платона о том, что в красивом теле воплощается идея красоты. Ну, в общем, самое такое для флорентийской школы показательное – это весна Боттичелли. Вот именно красота пришла в мир, красота его спасет. Это соответствует идеям Пикаделла Мирандалы, Марсилио Фичино и так далее. Ну, вот, во-первых, Монтеньо не там работал, а где-то на севере, где люди более скептичны. Во-вторых, он в основном работал уже в период кризиса этих всех идей. Итальянские войны пошли и так далее. То Монтеньо, он сильно отличается. Он натуралистичный, так же, как и все флорентийские. Но тело он изображает грубо и некрасиво. То есть там именно некрасивые фигуры всяких святых. Христос мертвый, некрасивый, именно как труп. Ракурсы какие-то грубые. То есть вот этих всех миловидных девушек там ничего такого нет. И всяких таких тел богатых итальянских. Они, наоборот, там все плохие, старые. В ненормальных таких немножко, в резких ракурсах. На самом деле, такое возрождение тоже было. Мы как бы привыкли, что там все так гармонично. Не обязательно. Там будет Дюрер, будет Босх. Много чего такого будет. Ненормально. И вот Монтеньо, он один из таких первых, кто писал в таком грубом стиле. И в таком эпатажном для того времени. Потому что полагалось красиво рисовать. Известные работы Триумф Цезаря, которые он прославился, 1486 год. Они все, и Монтеньо тоже были под влиянием античности. Они все перерисовывали. В чем у них заключалось образование? Перерисовывать статуи античные. Искали они постоянно еще и в тот период всякие артефакты. Может быть, там монеты или что-то. Можно было в Италии много чего раскопать. Тоже все художники этим занимались археологией. Поэтому Триумф Цезаря, это у него тоже на античные темы. Все они читали постоянно античную классику. Ну и тоже Триумф Цезаря этим отличается. Что жесткая манера, графичная такая. Ну вот эта работа была его известна. Также, естественно, «Мертвый Христос». Вот оно. Ну и во всех его работах таких противоречий, как бы, герои с одной стороны идеализируются, а с другой стороны жестко натуралистично изображается отвратительность тел. Об этом много потом дискутировали. Гёте о Монтене много писал о том, что вот проблема тела. Монтене немножко походит на позднее римское искусство, поэтому его часто считали язычником. Потому что он евангельских персонажей рисует, как римских язычников, причем таких старых. Монтене изучал анатомию на трупах, хотя католическая церковь на тот момент запрещала. Они тайно, художники, вскрывали трупы, чтобы понять, как устроено тело. Ну и медики тоже. Ну это чувствуется. В основном он рисует людей, даже живых, как трупы. Это формирует определенный драматизм. И они больше, как тогда считали, походят именно на римские статуи. Потому что все-таки христианское возрождение идеализирует своих героев. Ну в общем это как-то вот уже к периоду краха этого платонизма относится. То есть сомнение в том, что тело может воплощать какие-то идеи, тело это просто вот гора говна. Что в общем-то является более здравым мировоззрением. Поэтому Монтеньи и его последователи потом будут Дюрер. Мир как-то более на самом деле реалистично изображен, чем в таких вот миловидных картинках Леонардо да Винчи, Боттичелли и прочей всей команды.